Здравствуйте, меня зовут Наталья, я представляю информационную культуру, и мы рады приветствовать всех на продолжении нашего цикла лекций про исследования в работе некоммерческих организаций, где мы рассматриваем методологию исследований, формулировку гипотез, работу с данными, поиск открытых данных о социальных проблемах. Я хотела бы всех призвать на сайте нашего проекта исследования НКО смотреть архивные лекции, там вы можете найти видеозаписи, видеоролики и презентации всех спикеров, которые уже выступали, а также анонсы мероприятий, которые будут в ближайшее время. И хотела бы еще рассказать всем про то, что в продолжение нашего просветительского цикла мы запустили конкурс для некоммерческих организаций. Конкурс называется «Исследователь», и если вы уже проводили анализ данных, опросы, интервьюирование, и у вас есть эти данные, то мы приглашаем вас присылать заявки на конкурс до 31 января, и победители конкурса смогут вместе с командой менторов поработать над этими данными, создать медиапродукт на основе исследования, и как-то так ярко, интересно рассказать про ваши исследования, чтобы это стала проблемой более широко известной аудитории, с которой вы работаете. Вся подробная информация есть также на сайте проекта, и в том числе вы можете писать нам на электронную почту, мы подскажем и поможем подать заявку на конкурс. Ну а сегодня мы говорим про то, как проводить опросы, мы так вот сформулировали тему, как составить опрос, чтобы респонденты ответили максимально честно. Но и в целом будем говорить с Ириной Брун о том, как подойти к опросу, как его грамотно спланировать и провести. И я передаю слово Ирине, чтобы она представилась и рассказала подробнее о том, как сегодня будет строиться наша работа. Добрый день, уважаемые слушатели! Я очень рада вас видеть. Сейчас я сразу включу презентацию. В общем-то, сегодня поговорим о том, как разработать свой собственный опрос. И у меня достаточно... Я во многих местах сразу работаю, поэтому мне так сложно даже представиться как-то однозначно. Я научный сотрудник в Высшей школе экономики в Центре психометрики. Психометрика — это как раз наука, которая занимается измерением латентных конструктов, то бишь разработкой тестов и обработкой их результатов. Веду курс по разработке тестов на магистерской программе и также занимаюсь разработкой собственных тестов в компании «Формата». И сегодня у нас на самом деле очень-очень обширная программа, которая просто уложить за полтора часа максимально все, что там на социологии преподается за пару лет обучения бакалавров. Но постараемся извлечь максимальную пользу, понять, на какие нам аспекты разработки теста нужно обращать внимание, почему... Постараюсь в ходе рассуждения рассказать, почему все это на самом деле не так просто, как кажется. И я очень надеюсь на ваше активное участие, потому что у меня прямо вот самое любимое дело — это показывать какие-то вопросы реальные или реальные тестовые задания и спрашивать, а что здесь не так. И это великолепная практика для того, чтобы в дальнейшем избегать таких ошибок при разработке наших с вами собственных опросов и тестов. Вот. Поэтому я буду задавать вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь отвечать. Сейчас я включу себе чатик, чтобы я видела, если кто-то что-то будет писать. Можно и нужно и голосом участвовать. Крайне, в общем, приветствуем всяческое активное участие. И давайте с самого начала вообще разберемся. Вот есть некоторое такое смешение, да, вроде бы опрос — это когда мы людей о чем-то спрашиваем, и тест — это когда мы людей о чем-то спрашиваем, вот в чем здесь разница. Главная разница — это в том, о чем мы спрашиваем. Когда мы говорим о тесте, мы через вопросы измеряем какой-то объективно существующий кусок реальности, но который мы не можем увидеть там как стол, стул или вот мою лампочку в виде звездочки, да. Это может быть там критическое мышление, какой-то уровень благополучия. Это может быть креативность, это может быть знание арифметики, это может быть какая-нибудь компетенция, да. Но суть в том, что это просто некоторое действительно существующее, независимо от людей какая-то вещь, не знаю, как сказать, параметр, конструкт, да. И мы его стараемся через некоторые дополнительные процедуры пощупать как дно реки, которое мы не видим. А опрос — это способ получения о каком-то субъективном мире человека или группы людей, да, об их склонностях, мотивах, мнениях. То есть здесь разница в том, что тест — это прообъективное, а опрос — это про субъективное. И прежде чем мы уже непосредственно ворвемся вот в эти пять пунктов, которые были перечислены на первом слайде в плане, нужно также, наверное, обозначить очень коротко, что существует очень много разных опросов, очень много разных процедур и методов для проведения разных опросов. И мы с вами сегодня по большей части говорим именно о тех опросах, которые проводятся, которые призваны собрать большое количество данных и, скорее, которые закрыты. Ну, то есть когда мы не просим человека рассказать что-то, все, что он думает на какую-либо тему, да, а мы даем более, мы пытаемся собрать более структурированную информацию. Такие опросы чаще всего проводятся не на первом этапе исследования какой-либо темы. Например, там во времена мои студенческие, да, вот тема кибербуллинга, поскольку тогда еще развитие у нас компьютеров, всяких цифровых технологий было немножечко похуже, вот эта тема кибербуллинга, она была очень новая, и появлялись только самые первые исследования. И вот если у вас какая-то такая суперновая тема, где вообще ничего еще научному сообществу неизвестно, непонятно, и нету о чем почитать, то тогда вам нужно, да, немножечко другими методами опросами пользоваться. То, о чем мы будем говорить сейчас, это уже когда непосредственно тема разработана, уже понятно там, какие бывают разные мнения, и вы на чем-то из этого фокусируетесь. В чем еще интересная особенность опроса? В том, что обычно, ну, там, в 90% случаев опрос – это дело добровольное для тех, кто его проходит, для наших респондентов. И поэтому в опросах, при разработке любого опроса, крайне важно думать о том, как чувствуют себя ваши респонденты, как их замотивировать, чтобы они дошли до конца вашей анкеты, и вы собрали максимально полные данные с них, ну, чтобы потом там сделать свои выводы, да, которые вы хотите. Вот. Соответственно, пожалуйста, не забывайте вот про этот уровень мотивации, да, думайте о том, какие вы можете плюшки предложить людям, например, в конце прохождения, или еще какие-то большие плюшки, если у вас, например, там анкетирование до какого-то события, или курса, или обучения, или какой-то программы, может быть, да, и после. И вот чтобы люди прошли оба тестирования сразу, и чтобы вы посмотрели, например, как меняется их внутреннее ощущение после прохождения какого-нибудь там, ну, после какого-то события. Вот на это еще больше внимания надо в такой момент уделять мотивации ваших респондентов. Вот. Соответственно, способов поддержки мотивации может быть огромное множество, мы не будем на них останавливаться, это нужно в каждом конкретном случае, в зависимости от того, что вы исследуете, да, это нужно вам самим прорабатывать, но просто нужно об этом помнить, никогда не забывать о том, что только ваши респонденты дают вам самое ценное, да, дают вам данные, поэтому, пожалуйста, будьте гуманны по отношению к ним, не делайте опросы, которые там занимают два часа времени, потому что это очень-очень тяжело для любого человека. Старайтесь визуально это оформить так, чтобы респондентам было удобно, да, тоже сегодня в последнем разделе поговорим про платформы, да, там тоже много всего можно сделать именно в контексте там удобства для респондентов. Теперь давайте непосредственно ворвемся в нашу тему и поговорим о том, как понять, что именно нужно измерить опросы. И вообще, мне кажется, вся наша сегодняшняя с вами, весь наш сегодняшний вебинар, он кажется таким чем-то очень очевидным, потому что, ну, каждый из нас в жизни, наверное, делал хотя бы какую-то анкетку на три вопроса, но если подходить к этому чуть более подготовленно, то, во-первых, вы получите данные, на которых вы действительно можете базировать какие-то выводы свои, а если это делать, ну, так вот на коленке 10 вопросов каких-то написать, то, скорее всего, те данные, которые вы получите, они абсолютно будут непригодными для работы, но вы об этом никак не узнаете. И появляется очень-очень большая опасность ложных выводов, неправдивых выводов, выводов, которые не отражают реальности. Именно поэтому мы начинаем разбираться с тем, а что мы хотим измерить. И что нам нужно сделать, чтобы это понять? Две самых первых вещи, которые нам нужно определить, это целевая аудитория, это кто те люди, которые должны проходить наш опрос, в ком мы заинтересованы, в чьих данных мы заинтересованы как исследователи. Почему я на этом делаю акцент? Потому что очень часто анкетирование проводится, в принципе, в интернете, и получается у нас такая доступная выборка. Ну, то есть кто получил ссылку, кто решил заполнить нашу анкету или опрос, тот и попал в нашу, как наш респондент. А на самом деле это несет очень большую угрозу. Я не знаю, будут ли в других лекциях говорить про выборку, поэтому я здесь две минутки буквально уделю этому моменту. Если наш опрос проходят люди, для которых он не предназначен, это подрывает валидность тех выводов, которые мы делаем о наших респондентах по результатам нашего анкетирования. Если наш... Именно поэтому очень важно очертить вот эту целевую аудиторию людей и заранее в начале опроса, где-то во вступлении, тоже сегодня будем говорить про вступление, как его корректно оформить, во вступлении обозначить, для кого предназначен этот опрос, а кому его проходить не надо. Например, если у вас там опрос, посвященный каким-то трудным подросткам, то имеет смысл опрашивать либо тех, кто является подростком непосредственно, либо их родителей. Для этого, и, соответственно, вам нужно отсечь ту большую категорию людей, которые не имеют детей или которые имеют детей не того возраста, который вам нужен. После того, как мы четко очертили, для кого предназначается этот опрос и чьи данные мы вот жаждем заполучить, нам нужно понять, какую... Нам нужно ответить на вопрос, а какую цель мы преследуем этим опросом. И это, на самом деле, очень тонкий момент, потому что эту цель нужно формулировать грамотно. И вот здесь на слайде приведены два примера. Зеленым выделена правильная формулировка, а красным выделена неверная формулировка. В некоторых сферах, скажем так, эта цель может называться гипотезой, которая проверяется, но, в принципе, это та цель, которую мы преследуем. И эта цель всегда должна быть открытой. Она никогда не должна содержать в себе уже заранее наше, как сказать, наше ожидание ответа какого-то, да. То есть вот подтвердить, что доступная среда – это наиболее важная потребность для людей с особыми потребностями. Это уже faulty такая вот формулировка, потому что она уже не подразумевает открытого взгляда на то, а что вообще людям надо, а именно подтверждение того мнения, которое у нас уже заранее сложилось. И, собственно, это называется манипуляция данными, да, и это крайне-крайне… Я прям даже не знаю, как описать, насколько это плохо и некорректно, когда вы проводите исследование. Вот, поэтому формулируйте цели правильно, оставляйте их открытыми, на цели и на гипотезы никогда не должно быть возможно ответить «да» или «нет». Вот. Соответственно, это должен быть вот так открыто сформулированный вопрос. Что происходит потом? Вот смотрите, когда мы определили… Сначала мы определили респондентов, да, кому мы адресуем наши вопросы, потом мы определили, а что мы хотим узнать об этих людях, и дальше нам нужно разобраться, а вот это вот что мы хотим узнать туда, что вообще вкладывается. И это очень большая тема, она называется в социологии операционализация. Если вам интересно, вы можете потом погуглить, что это такое. В целом это процесс разложения вот некоторого явления на более мелкие составляющие, если очень упрощенно говорить. Зачем мы это делаем? Это на самом деле очень важный этап работы с содержанием, которое будет измерено в вашем опросе, до непосредственно того, как разработан этот опрос, сами какие-то вопросы. То есть это все такая предварительная работа перед тем, как вы начинаете формулировать непосредственно сами ваши вопросы. Значит, почему это очень-очень важно, вот эта вот раскладка на мелкие составляющие? Потому что очень часто, на самом деле не очень часто, это просто свойство нашего сознания, и все люди так функционируют, да, мы, у нас есть какое-то свое мнение о том, что такое, например, что у меня тут, какой у меня тут пример, что такое помощь людям с особыми потребностями. Наше субъективное мнение, оно может не отражать все грани этого явления. То есть мы можем фокусироваться, например, на, опять же, да, доступной среде, потому что это наиболее такая больная тема, которую каждый человек видит каждый день, да, недоступность нашей городской среды для людей с разными потребностями. Но при этом, на самом деле, у этого явления есть гораздо больше граней. Там есть психологические типы помощи, еще какие-то врачебные, еще, еще, еще. Я сейчас не буду углубляться, потому что я не являюсь специалистом по теме людей с особыми потребностями, да, и у меня тоже есть, ну, какой-то такой свой взгляд. Поэтому очень важно посмотреть литературу, посмотреть, что написано в литературе по поводу того явления, которое вы хотите изучать и разложить его на более мелкие компоненты. Какие бывают типы помощи, какие бывают потребности, и потом вы вот эти мелкие, как можно более дробные составляющие, вы уже выносите непосредственно в разные задания, в разные вопросы вашего опроса. Что произойдет, если вы этого не сделаете или сделаете вот это вот дробление как-то, ну, недостаточно внимательно? У вас может получиться ситуация перекоса содержания, которая также влияет на правдивость выводов, которые вы потом получите. Потому что вот эта вся цепочка от понимания того, а что мы пытаемся измерить, и до тех выводов, которые мы в итоге сделаем на основе данных, по собранным данным, проведя опрос, это все одна цепочка. И если где-то какое-то звено выпадает, оно сделано где-то некорректно, не полностью, или что-то пошло не так, не знаю, то у вас выводы сразу же сыпятся. То есть никаких правдивых выводов вы потом не получите. Ну, так, если огрублять. Вот. Что будет происходить? Если вы не доучли какие-то компоненты явления, вы не можете делать о всем явлении, делать вывод о всем явлении, целиком. Соответственно, у вас получается, что ваши выводы, ваши данные, которые вы получаете, они будут свидетельствовать не о том, о чем вы хотели бы сделать вывод, а только о каком-то куске. И хорошо, если куске. Иногда это бывает так, что это содержание вообще перекособочивается, и получается, что вы измеряете не то, что хотели, а, например, какое-то соседнее явление, похожее на, или смежное с тем, что вы хотели измерить, но не совсем к нему относящиеся. В плане, если продолжать наш пример про людей с особыми потребностями, можно уйти совсем в дебри какого-то урбанизма и благоустройства и потерять вообще все грани психологической, какой-то врачебной, еще какой-либо помощи, может быть, какой-то социальной помощи. Вот. Нужно следить, чтобы у вас каждый из вот этих компонентов, из вот этих составляющих, чтобы он был примерно одинаково представлен одинаковым количеством вопросов в вашем опросе. Это не всегда нужно, в тестах это вообще совершенно по-другому делается, но нужно стремиться к тому, чтобы если у вас есть три компонента вашего конструкта, условная, врачебная, психологическая и какая-нибудь там социальная помощь людям, то вам нужно следить, чтобы все эти компоненты вы померили ну как-то приблизительно одинаково хорошо. И проще всего это делать через примерно одинаковое количество вопросов. А в идеале вообще одинаково. Важно не одним вопросом мерить каждую составляющую, потому что, опять же, очень часто, мы про это сегодня будем много говорить, очень часто даже у самых опытных разработчиков опросов и тестов, у тестологов, у психометриков всегда замыливается взгляд и всегда бывают ошибки в тех вопросах, которые разрабатываются. От этого вообще никуда не деться. Не бывает идеальных опросов и идеальных тестов. Бывают всегда ошибки. И чтобы снизить как бы цену этой ошибки, например, если вы неправильно что-то сформулировали и респондент вас понял не так, как вы этого хотели, соответственно, если у вас только один вопрос на эту составляющую, все, вы можете выбросить эту составляющую, вы ее не измерили вообще. А если вы делаете по 3, 5, 7 в идеале, чтобы получилась шкала вопросов на каждую составляющую, то у вас меньше шансов ошибиться и выбросить вообще кусок ваших данных из-за того, что, опять же, где-то в процессе разработки опросника что-то пошло не так. Я прошу прощения, сейчас мне нужно закапать нос, иначе я не доживу до конца нашего вебинара. Да. Друзья, я хотела бы сразу сказать, что вопросы можно писать по ходу в чат, или если вы хотите задать вопрос голосом, поднимите, пожалуйста, руку, и мы дадим вам права на то, чтобы задать вопрос. Да, спасибо большое, я буду очень рада вопросам. Я вижу чат, я вижу, что тут даже скинули скинули даже документы, чтобы можно было посмотреть, но это все уже, конечно, после вебинара. Соответственно, чем мы заканчиваем вот этот блок работы с содержанием до разработки наших вопросов, да, мы заканчиваем его тем, что нам нужно оформить вот это все, что мы только что проговорили, наши цели, нашу целевую аудиторию, наши гипотезы, если они есть дополнительные какие-то. нам нужно это все оформить в документ, все наши теоретические изыскания по описанию того явления, которое мы будем измерять. Это все записывается в один какой-то документ, его можно по-разному назвать, это неважно, это можно назвать там программой опроса, все что угодно, можно назвать персонализация, название очень много разных, но самое главное, что это все должно быть задокументировано. Почему я такой, немножечко еще больше бюрократии в нашу жизнь привнесу? Почему это важно? Потому что очень часто какой-то проект, и все вообще проекты, они делаются с целью не чтобы их в стол положить через год, а чтобы они жили и развивались. И очень часто уже через полгода, через год этим занимаются другие люди, новые люди, и им тоже нужно погружаться и понимать, а на основе чего были разработаны именно такие задания в вашем вопросе? почему именно такое количество? А зачем вообще разработан был этот опрос? Если нет никакой документации, нет никакого шанса разобраться, что было в голове у исследователей, когда они это все придумывали. Поэтому максимально все записываем. Это у нас все, что я проговорила, укладывается в наш первый пункт. Сюда еще, кстати, нужно добавить, я прошу прощения, почему-то забыл написать в презентации, что помимо того, что мы написали вот эти составляющие, которые мы будем измерять, еще хорошо бы прописать, а сколько заданий на каждую составляющую мы будем разрабатывать, и какие это задания по номерам или индивидуальным кодам. Зачем нужно? Опять же, представьте себя человеком, которому дали уже готовый опрос, и вы пытаетесь вообще понять, а на что вообще направлено это конкретное задание. Я что-то не понимаю. Если у вас есть такой документ, такая табличка какая-то, вы легко восстановите эту цепочку обратно до того, а что было в голове у людей, что они закладывали, измерение чего закладывалось вот в эти конкретные вопросы под номером 1, 2, 3, 4, 20. Помимо этого, мы готовим пакет инструкций. В самом простом опросе это инструкции, которые касаются, если мы проводим массовый онлайн-опрос, это вот мой базис, я сегодня буду в основном говорить про массовый онлайн-опрос, потому что я думаю, что мне так кажется, что для большинства из вас это будет наиболее актуально. Если у нас проводится массовый онлайн-опрос и у нас доступная выборка и люди собираются, да, вот как они сами решили, захотели и пришли к нам отвечать на наши вопросы, то мы готовим инструкции в принципе только для тестируемого, для нашего респондента. Но бывают другие ситуации, когда нужно готовить для администраторов, например, отдельные инструкции, для обработки данных, отдельные инструкции, но готовится поэтому такой вот пакет инструкций. Инструкции для тестируемого включают в себя приветствие, некоторое вступление, инструкции к вопросам или к блокам вопросов и заключение с благодарностью возможностью обратной связи с разработчиками опроса и, в общем-то, ну, в общем-то, по большей части благодарностью за то, что люди уделили вам внимание, время и потратили свои усилия. Дальше, что еще важно зафиксировать? Нужно обязательно описать процедуру разработки, то есть, что и в какой последовательности делалось. Если были какие-то претесты, например, были какие-то интервью, да, перед тем, как запускать массовый онлайн-опрос, вы, это тоже все должно быть описано, как отбирались люди, сколько их было, какие выводы получили, на основании какого метода анализа, это все-все-все документируется и прописывается. Помимо того, что другим людям потом будет проще понять, а что вы делали, вот эта документация дает очень важное обоснование справедливости и валидности тех выводов, которые вы делаете, от тестируемых в процессе, после того, как они прошли ваш опрос. То есть, если вы ничего не документируете, вполне возможно, да, я уже приводила пример, что где-то что-то пошло не так, ваши выводы оказались неправдивыми, но когда вы смотрите на какие-то числа, на результаты опроса, вы не можете сказать, а это правда или нет, где-то что-то пошло не так или это действительно вот такое вот там, какое-то мнение у людей. А если вы это все тщательно документируете, у вас все зафиксировано, вы можете понять потом, где вы допустили ошибку, если у вас возникает подозрение, что вы ее допустили. Но самое главное, конечно, задаваться вопросом, а не накосячили ли где-то разработчики, потому что, опять же, по данным этого не видно. Сразу же, как только вы определили, что вы будете измерять в вашем опросе, на какую тему будут у вас вопросы, какие составляющие вкладываются, входят в эту тему, сразу же прописывается процедура анализа данных. Какие методы будут использоваться и применяться по отношению к результатам вашего опроса? Какая выборка нужна по размеру, чтобы эти методы работали корректно? Потому что для многих методов математической статистики есть ограничения по минимальному количеству людей. И почему это делается в самом начале? Потому что, если вы сформулируете вопросы, вот как вам Бог на душу положит там, например, сделайте открытый вопрос, где человек сам вписывает ответ, вы потом, возможно, и невозможно, а скорее всего, не сможете применить нужный вам для проверки вашей гипотезы, вы не сможете применить нужный вам метод анализа данных. Потому что большинство анализов данных, они работают с интервальными или хотя бы с порядковыми шкалами, когда есть какая-то упорядоченность признака от большего к меньшему или от меньшего к большему. А если у вас открытые там, тысячи человек написали вам открытые тексты по абзацу, вообще это будет очень сложно обработать, если вы не владеете специальными пакетами по контент-анализу. Вот, поэтому заранее продумывается, какой метод анализа данных нужен для проверки конкретной вашей гипотезы, и в зависимости от того, какой метод используется, вы определенным образом уже понимаете, как вам формулировать сами вопросы. Именно поэтому это делается до написания вопросов. Написание вопросов вообще, на самом-то деле, это последний пункт программы, который делается при разработке опроса. Вот. Пока что нет вопросов, пожалуйста, если есть, не стесняйтесь, задавайте все вопросы в чат, голосом, мы сразу будем снимать все напряжения, все недопонимания, которые у вас появляются. и мы переходим к самой интересной части, как мне кажется, да, это как составлять сами вопросы. И здесь я вам буду показывать очень много приколов из жизни, которые я коллекционирую и собираю, и если у вас что-то такое есть, тоже, пожалуйста, не скиньте, я буду вам очень признательна. То, что вы видите на экране сейчас, это тоже реальный пример реального опроса из американской газеты, да, что должно стоить меньше, галлон бензина или галлон молока. И ответы да и нет. Это, конечно же, немножечко смешной пример, но на самом деле в процессе разработки опроса всегда проходит несколько итераций, вы как разработчик возвращаетесь к вопросам, что-то редактируете, где-то, например, дополняете варианты ответа, и, в общем, ситуация, когда у вас не стыкуется ваш вопрос с вашими вариантами ответа, она не такая уж и редкая, она только выглядит смешной, а на самом деле встречается достаточно часто. И мы сейчас с вами это, собственно, и увидим на примерах. Но сначала давайте разберемся, из чего у нас вообще состоит вопрос. Кажется, опять же, что это что-то такое невероятно очевидное, но на самом деле важно держать в голове вот эти составляющие вопроса, чтобы их корректно оформить, чтобы правильно подобрать нужную вам платформу. И вопрос у нас состоит всегда из инструкции. Это может быть, если у вас закрытые вопросы, то есть у вас всегда есть варианты ответа, то у вас может быть инструкция «Выберите один вариант ответа, выберите несколько». Дальше у нас идет сама формулировка вопроса, которая содержит проблему, на которую нужно ответить в вариантах ответа вашему респонденту, и ответные опции или место для ответа. и здесь я бы хотела такое небольшое время посвятить тому, чтобы проговорить, как вообще понять, какую форму вопроса выбрать, например, открытую или закрытую. Это две наиболее популярных формы. Все зависит от того, как вы планируете ваш анализ данных, и второе – это общее правило, такое rule of thumb, такое проверенное просто на эмпирике правило. Если у вас есть выбор делать открытый вопрос или закрытый вопрос, лучше сделать закрытый вопрос, потому что его проще обрабатывать, у вас проще кодировки в базе данных, у вас меньше вашим аналитикам, которые работают над анализом данных, им нужно будет меньше телодвижений и операций, и времени совершить, чтобы преобразовать открытый текст в какие-то коды, в какие-то стемпс, чтобы их потом анализировать. Поэтому вот общее правило, если у вас есть выбор делать открытый вопрос или закрытый, лучше сделать закрытый, потому что открытые вопросы очень, ну, я бы сказала, что это долго и дорого их обрабатывать, именно в плане каких-то человеческих ресурсов. Ну, про то, что все части должны быть по-разному оформлены, это достаточно очевидно, инструкция обычно оформляется курсивом, формулировка вопросов жирным, как это называется, в общем, жирным. Ответные опции располагаются в столбик вертикально, потому что нашему сознанию проще по строчкам идти вниз. Теперь немножечко про более подробно, про то, как нам формулировать. самое главное правило, мы должны формулировать вопросы и ответные опции таким образом, чтобы не наталкивать респондентов на какую-либо идею или на какой-либо ответ. То есть все формулировки должны быть безоценочными. Обязательно избегать отрицания в ваших формулировках, потому что когда мы читаем не по буквам и не по слогам, вы знаете, что мы читаем начало слова, конец слова, а все, что внутри, мы просто достраиваем, наш мозг достраивает. Соответственно, очень часто при таком чтении отрицательные частицы, они просто пропускаются и ваш человек, ваш респондент, он отвечает не на тот вопрос, который вы задали, а на тот, который он прочитал. Поэтому вот эти отрицательные частицы не обязательно выделите жирно. Ваше задание, ваш вопрос должен содержать всю необходимую информацию, но не быть слишком многословным. и самое-самое-самое-самое-самое-самое главное, один вопрос, это одна составляющая вашего, того, что вы измеряете, вашего явления, и одна проблема, которую должен решить человек. И сейчас мы будем смотреть на примеры, и вы увидите, чем это плохо, я на примере это объясню. Собственно, вот это тот пример, который я вам хотела привести. Как вы думаете, в чем проблема с этим заданием? Для тех, кто слушает вебинар, а не смотрит, я прям прочитаю. Мир существует, это текст вопроса, мир существует независимо от нас, и он познаваем. И нужно выразить степень своего согласия по классической шкале Ликкерта от полностью не согласен да полностью согласен, с инебальная шкала. Что не так с этим вопросом? Если у вас есть идеи, пожалуйста, включайте микрофон, поднимайте руку, пишите в чат. Противоречие пишет нам Татьяна. Я понимаю вашу идею, не скажу, что это совсем про противоречие, но смысл в том, я думаю, что вы его уловили верно, если я правильно интерпретирую вашу мысль, что мир существует независимо от нас. Это одна мысль, а то, что он познаваем, это абсолютно другая мысль. И когда вы спрашиваете согласие с человеком, ваш респондент, каждый респондент выбирает, с чем он будет соглашаться, вот с этим первым куском или со вторым. И это именно то, о чем я говорила на предыдущем слайде. Один вопрос, но две проблемы, на которые отвечает ваш тестируемый. Первая проблема, это по сути, можно переформулировать вопрос. Это считаете ли вы, что мир существует независимо от нас? Первая проблема. Вторая проблема. Считаете ли вы, что мир познаваем? И каждый считывает свой смысл, если каждый из этих двух, если каждый респондент выбирает один из этих двух смыслов, что вы в итоге измеряете? Вообще непонятно, что. Вы потом, то есть, если переходить на термины, как это отражается в данных, у вас дисперсия данных будет не соответствовать чему-то одному, либо отношению к миру как к независимому, либо к отношению к миру как к познаваемому. А эта дисперсия, она просто никуда не будет относиться, потому что каждый выбирал свой смысл в этом. Поэтому это крайне важно, это it's a big no-no, делать две проблемы в одной формулировке вопроса. Пожалуйста, не делайте так. Это опять же, это реальный вопрос, который я вам привожу, это я не придумала. Вот, следите за тем, чтобы всегда вашу формулировку вопроса можно было проинтерпретировать только одним образом, то есть, чтобы можно было туда вложить только один какой-то смысл. И это на самом деле очень сложно сделать, потому что мы, как разработчики, сами закладываем какой-то определенный смысл задания, а какой считывается, мы не знаем. Поэтому всегда хорошо и полезно до того, как запускать ваш массовый онлайн-опрос в жизнь, в поле, всегда хорошо провести несколько интервью с людьми методом мысли вслух, чтобы они просто комментировали, как они воспринимают, как они интерпретируют ваши вопросы. И вы можете заметить, что какие-то вопросы эти люди интерпретируют не так, как вы. И это абсолютно нормально, и не надо при этом объяснять тем, кого вы интервьюируете, что они что-то недопоняли, это не их проблема. Они воспринимают так, как воспринимают, а ваша задача донести до них тот смысл, который вы хотите, то есть говорить на их языке. Это на самом деле также работает с дрессировкой животных, это нужно на языке животных объяснить им, что вы от них хотите. Идем дальше. Как составить варианты ответа? Самая частая проблема, которая, две самых частых проблемы, которые здесь встречаются, которые я видела за свой опыт работы, это то, что люди описывают не все возможные варианты, и второе, это что варианты ответа как-то перекошены, то есть, например, если у вас какая-то степень согласия, которую вы спрашиваете у респондента, то у вас будет там на одном полюсе шкалы пять градаций, а на другом две, и это, конечно, несправедливо, это манипуляция данными, так делать нельзя. Про варианты ответа описывают полную группу событий, это немножечко сложная мысль, потому что ее сложно обобщенно написать, мы сейчас на примерах посмотрим. Что еще важно, то также, все варианты ответа не должны допускать каких-то лишних интерпретаций, все варианты ответа должны восприниматься строго, однозначно. количество вариантов ответа лучше не делать больше девяти, потому что наше сознание имеет, не сознание, простите, внимание, имеет объем семь плюс-минус две единицы, поэтому, когда ответов больше девяти, становится сложно запоминать и выбирать, а к кому я из этого отношусь, и, в общем, становится немножко сложнее воспринимать задание. Давайте посмотрим, это пример из медузы, у медузы очень много плохих вопросов, вопросов, поэтому я пользуюсь, так сказать, материалом. Что здесь не так с этим вопросом? Повышение ставки с 13 до 15%, это нормально, и варианты ответа, да, довольно смело, нет, ничтожно мало надо поднимать еще, нет, налог надо снизить, причем для всех, что здесь не так? Ну, во-первых, здесь не сбалансировано количество категорий, здесь всего один да и два нет, но самая большая проблема этого вопроса заключается в том, что здесь не просто спрашивается ваше мнение по поводу того, согласны вы или нет, а здесь еще по какой-то неведомой причине в варианты ответа закладывается вот эта вторая размерность, вторая проблема, второй смысл, потому что туда еще зачем-то разработчики запихнули причину вашего мнения, что должно быть отдельным вопросом в хорошем опроснике. Сначала вы отвечаете да или нет, согласен или не согласен, нормально или ненормально, а дальше должен быть блок вопросов, направленный на выявление причин такого мнения. Вот так было бы сделать корректно. Опять же, почему это важно? Потому что я, например, считаю, что да, это нормально, но не потому, что это смело. Мне куда себя относить? Никуда я здесь в этих трех вариантах ответа не могу найти свое мнение. Я не могу адекватно выразить свою позицию, а если я не могу как респондент адекватно выразить свою позицию в вопросе, значит, в этом вопросе что-то сделано не так. Поэтому, пожалуйста, не делайте так. Разбивайте вопросы на более краткие, на более понятные, на более однозначные, всегда с одной идеей, и лучше делайте несколько последовательных вопросов, если нужно уточнить вглубь, куда-то копнуть какую-то тему. Сейчас на экране вы видите тоже абсолютно реальный пример, как ваш экспириенс, как ваш опыт с Ютубом сегодня, понравилось ли вам или нет. И варианты ответа. Абсолютно невероятно прекрасно, очень хорошо, экстремально хорошо, очень хорошо, хорошо и нехорошо. А если у меня экстремально плохо все сегодня было с Ютубом, то мне куда себя относить? Да, здесь как раз пример ошибки в разработке вопроса состоит в том, что не сбалансированы градации шкалы. Опять же, это пример шкалы Ликерта, шкалы согласия или несогласия, и она может там согласия или несогласия в общем виде, в общем здесь очень хорошо да очень плохо. И ключевое свойство этой шкалы, она должна быть одинаковая с разных полюсов шкалы. Если у нас раз, два, три, если у нас четыре ответных опции на положительный позитивный опыт с Ютубом сегодня, то столько же должно быть на негативный и они должны быть одинаковой выраженности. Вот. Идем дальше. Еще два сейчас будет забавных вопроса. Я прошу прощения, что они на английском. Я собираю из разных источников информацию, да, и вот тут действительно на английском. И про это мы как раз еще не говорили, про то, что здесь представлено в этом вопросе. Это очень забавно, когда мы пользуемся разными платформами для проведения наших опросов. Очень часто эти платформы подразумевают функционал теста. А тест — это когда у нас есть правильные и неправильные ответы, а опрос — это когда у нас правильных и неправильных ответов нет. у нас есть наше мнение. И любое мнение, оно неверное, оно не может быть как верным, так и неверным. Это наше субъективное мнение. И поэтому никакие, так сказать, инструменты работы, которые подразумевают правильный и неправильный ответ, не должны использоваться в опросах. И именно это здесь и было сделано. И абсолютно то же самое. Вы видите на следующем слайде пример. пожалуйста, выберите свою расу из списка снизу. Дальше идет перечень рас, и вы выбираете какую-то конкретную расу, а вам система тестирования, в данном случае это Google опрос, он говорит, что какая-то из рас она неправильная. Это абсолютно экстремально неприемлемо. Поэтому пожалуйста, в особенности когда в Google форумами пользуйтесь, отслеживайте эти моменты. Сейчас мы пройдемся по социально-демографической информации. Я понимаю, что мы не укладываемся во время, потому что у нас еще достаточно много тем, но я надеюсь, что вы пробудете с нами и послушаете все до конца. Давайте поговорим о том, что такое социально-демографическая информация и вообще зачем она нам нужна. Социально-демографическая информация это служебная информация, которая призвана обозначить некоторые объективно существующие признаки или характеристики человека. И вот в левой части экрана вы можете увидеть такой общий список, который обычно в вопросах используется. И зачем он используется? В первую очередь с помощью этого вы проверяете свои гипотезы и можете найти ответы на какие-то свои исследовательские вопросы с помощью этой социально-демографической информации. Вы уточняете данные, вы разбиваете ваши данные и анализируете их в соответствии с разными вот этими вот выделяете категории людей по этим признакам и анализируете то явление, которое вы хотите проанализировать с точки зрения того, как ведут себя разные группы пользователей. И last but not least это то, что если у вас строго обозначенная какая-то выборка опроса, то есть ваш опрос посвящен какой-то конкретной группе людей, с помощью вот этого блока социально-демографической информации вы точно убеждаетесь, что никто лишний на ваши вопросы не ответил, то есть что повышает валидность тех выводов, которые вы будете делать в итоге о ваших респондентах. И мы сегодня поговорим про вот четыре пункта, которые зелененьким здесь обозначены просто потому что и времени не хватит, и это самые такие показательные пункты, которые используются вообще во всех исследованиях. С чего мы начнем? Это пол, пол и гендер важно различать, гендер это социальный конструкт, что вы будете измерять, пол или гендер, это ваше, вам, вы сами это определяете, исходя из тех ограничений, в которых вы находитесь, если вы выбираете измерять пол, то по возможности включайте какую-то возможность отойти от ответа для тех людей, которые не являются бинарными. И, соответственно, если вы спрашиваете про гендер человека, следите за тем, чтобы все возможные гендеры были представлены в ваших вариантах ответа. И вот эти вопросы я готовила, это не из реального вопроса, то есть это я сама специально готовила, и я здесь могла упустить что-то, то есть я не уверена, например, что я перечислила все гендеры, которые сейчас есть, поэтому я здесь оставила троеточие, просто чтобы вы понимали, что вот здесь должны быть все опции, их сейчас, они сейчас могут быть не все просто из-за того, что я так сделала, но в вашем вопросе должны быть абсолютно все опции, чтобы каждый респондент нашел себя в ваших вариантах ответа. Так, идем дальше. Социально-демографическая информация, возраст. Что, как нам спрашивать по поводу возраста? Ну, казалось бы, такой, такой простой вопрос, но на самом деле, если вы спрашиваете просто сколько вам лет, и если вы смотрите сейчас именно видео, а не просто аудио, то вы видите, что у меня такая появилась зеленая звездочка. Если появляется на слайде зеленая звездочка, начинайте искать подвох, здесь что-то не так, где-то здесь есть ошибка. И здесь ошибка, конечно же, в первой формулировке, сколько вам лет. В чем здесь ошибка? В том, что, ну, прям давайте на примере на конкретном рассмотрим. Сейчас идет 21 год, я родилась в сентябре, и, в принципе, то есть, если смотреть по году, который сейчас идет, то мне должно быть сейчас уже на год больше. А на самом деле мне на год меньше, то есть у меня возраст такой же, как и был в 2020 году. И, соответственно, когда у меня просто спрашивают, сколько вам лет, я начинаю думать, а мне как, мне по году 21-му судить, отсчитывать свой возраст? Или по реально тому, что мне исполнилось, вот когда у меня был последний день рождения? И, соответственно, вот здесь появляется некоторая такая, пусть и несущественная, да, но это шум в данных, которые вы получаете. Поэтому лучше пользоваться формулировками одной из двух, которые представлены вот ниже, сколько вам лет исполнилось в ваш последний день рождения, это не очень популярная формулировка, но, опять же, в зависимости от того, кто ваша целевая аудитория, это может быть хорошей формулировкой. Если у вас какие-то дети, например, опрашиваются, да, то они, им проще вспомнить, сколько им лет исполнилось в их последний день рождения. Или то же самое с пожилыми, которые могут что-то забывать. Вот. Поэтому смотрите, всегда вот, обращайте внимание вот на эту вот деталь, да, соотношение года, который сейчас идет, и конкретного возраста человека, когда у него день рождения. Указывать дату. Дату рождения я бы не советовала, потому что это, когда вы получаете массив данных, и если вы, например, использовали формулировку «укажите ваш полный возраст в годах», вы просто получаете цифры, и вы можете прям построить распределение сразу, гистограмму какую-нибудь, сразу визуализировать ваши данные, вам с ними ничего не надо делать. А если вы указываете дату рождения, просите указать дату рождения, то тогда вам нужно написать формулу, чтобы, ну, если в Excel, например, считать, то вам нужно написать формулу, чтобы это переконвертировать в года относительно даты тестирования, и это просто лишнее телодвижение аналитика, которое анализирует данные. И поэтому, ну, как бы от этого можно легко избавиться, почему бы это не сделать? Теперь важный вопрос про образование. Ой, это вообще очень сложная тема, потому что все зависит от того, кто ваша целевая аудитория. Именно поэтому ее и важно в самом начале разработки вашего вопроса четко прописать. сейчас наша система образования такова, что у нас есть начальное, основное, среднее, среднее профессиональное, высшее, послевузовское высшее. Но еще недавно наша система была другой, и у нас была еще одна ступень образования, да, это начальное профессиональное образование, не помню, в каком году, честно говоря, но колледжи, ПТУ присоединили к, или цей, присоединили к среднему профессиональному образованию, и теперь стала одной ступенью. Соответственно, если ваша целевая аудитория, это примерно люди 18-20 лет, то они жили и учились уже, скорее всего, вот в этой системе современной. Если у вас выборка какая-то очень сильно гетерогенная, очень сильно разнообразная, и у вас там люди от 18 до 65, а те, кому сейчас 65, вам нужно вспомнить, в какой системе они учились, чтобы разбивки ваши в вариантах ответа были таковы, чтобы они легко нашли себя, даже вот будучи, например, когда они получали образование в каких-нибудь 80-70-х годах. Вот, соответственно, что в зависимости от чего, еще раз хочу это проговорить, да, потому что это крайне важно, вот это вот, когда мы в самом начале прописываем вот эту целевую аудиторию, цель и выводы, которые мы будем делать, зачем все это надо, это все потом определяет дизайн нашего опроса, это определяет, насколько подробные у нас будут ответные опции на каждый конкретный вопрос, типа, если этот вопрос является фокусом вообще вашего исследования, там все должно быть очень-очень подробно, на это должно быть там очень-очень много вопросов. Если у вас что-то, ну, какая-то тема должна присутствовать в вашем опросе, но она, так сказать, покасательной и не является фокусом, то, соответственно, вы можете какие-то менее детальные вопросы задавать на эту тему. И, конечно же, не забывайте про обработку результатов, про то, что это тоже задает, как вы формулируете ваши ответные опции. Как, да, это у нас не очень хорошее задание, здесь кое-что с ошибочками, если у вас есть идеи, что не так с этим заданием, пожалуйста, пожалуйста, расскажите, а я пока, да, начну комментировать. Что здесь не так? Смотрите, во-первых, здесь по-разному написаны разные категории, то есть часть категорий с первой по третью и с пятой по восьмую, да, они написаны в терминах ступеней образования, а почему-то ПТУ это прям отдельный тип учебного заведения, почему он здесь оказался, да, это не гомогенность как бы вариантов ответа, как он сюда затесался, непонятно, здесь должно быть, видимо, начальное профессиональное вместо ПТУ. Дальше, непонятно, для некоторых нет примеров учебных заведений, которые относятся к тому или иному уровню образования, да, это всегда полезное дело. И самая большая проблема, это непонятно, что здесь отмечать, да, я человек, который закончил аспирантуру, мне нужно поставить галочки возле каждого варианта ответа, потому что я все ступени прошла, условно, или нет. Что будет более хорошей формулировкой, да, здесь я вывела, что не так, да, должно быть пояснение, инструкция, да, что нужно выбрать только наивысшую достигнутую ступень. Как этот вопрос можно улучшить? Пожалуйста, один пример. Как этот вопрос можно задать по-другому тоже корректно? Например, вот так. Я не сильно останавливаюсь, потому что, во-первых, у нас времени мало, а во-вторых, это все у вас останется в презентации, если при разработке вашего исследования вы чувствуете, что вам нужны примеры этих вопросов, ну, зайдите в презентацию и просто их скопируйте. Ну, то есть, специально наука трудилась для того, чтобы вы воспользовались ее плодами. Это тоже, опять же, это не мои формулировки, да, это формулировки уже хорошо известных, хорошо опробированных исследований масштабных, социологических, где все это выверено. Переходим к вопросу занятости. Опять же, очень обширная тема, то есть, вот если ваше исследование, например, посвящено трудовым мигрантам, и вопрос занятости для вас является центральной темой того, что вас интересует, то тогда эту тему можно раскрывать очень-очень-очень подробно и спрашивать обо всем, что есть вот на этом слайде. Если это просто, ну, для вас вы понимаете, что вы будете обрабатывать данные, и для вас это просто разбивка, вам надо понять, как отвечали, например, те, кто находится в декрете, и те, кто находится, те, кто работают полный рабочий день, да, это совершенно другая формулировка вопросов, совершенно другая глубина, на которую вы будете, глубина, которую вы будете измерять. Что здесь может быть? Может быть блок вопросов, которые с переходами, то есть, в зависимости от того, как человек ответил на первый вопрос, ему нужно перейти либо ко второму, либо к третьему, это тоже не моя придумка, это тоже из большого социологического исследования хорошего вышкинского высшей школы экономики, оно проходило в бланковой форме, то бишь на бумаге, поэтому здесь вот есть такие неудобные штуки, как перейдите к вопросу 3, перейдите к вопросу 2, сейчас, конечно, когда будем говорить про наши платформы, мы увидим, что сейчас это все просто настраивается в этих платформах, и все. Но сами по себе эти вопросы, они хорошо сформулированы, вы можете увидеть, что здесь такие гомогенные категории, что здесь все люди могут найти себя в одной из этих категорий, то есть эти вопросы составлены хорошо, и ими можно пользоваться. А вот эти вопросы составлены не очень хорошо, и давайте посмотрим, что же с ними не так. Скажите, работаете ли вы в настоящее время? Это вопрос в левой части экрана. Какие ответы должны быть на этот вопрос? Представьте себя в ситуации, что вам задают вопрос. Скажите, работаете ли вы в настоящее время? Ну, вероятнее всего, вы ответите либо да, либо нет. И это именно те вопросы, которые согласуются, извините, это именно те ответы, которые согласуются с этой формулировкой вопроса. А то, что написано здесь в вариантах ответа, оно не согласуется. и более того, здесь опять же, так же, как и в одном из заданий, которые мы смотрели до этого, здесь смешиваются категории, то есть варианты ответа не гомогенные, они представляют собой ни сторону, ни одну какой-то аспект, явление, которое мы измеряем, а они туда намешаны, условно, и теплое, и мягкое, и зеленое, и еще какое-то. Вот, то есть здесь, в чем это проявляется? Здесь есть и работают в одном месте, в другом месте, и вообще не работают, и не работают, по какой причине я пенсионер, то есть сюда намешиваются причины, и еще и есть другое. Ну, то есть другое, это, да, категория, когда, которая говорит о том, что разработчики не умеют составлять опросы, и они не понимают, что еще может быть варианты ответа, поэтому оставили, ну, пишите, если вы там где-то не нашли себя, да, это абсолютно так не должно быть, то есть все эти категории нужно дробить и делать из этого несколько вопросов. Первый вопрос, работаете или нет, варианты ответа да, нет, дальше переходы, если нет, там у вас такой-то вопрос, по какой причине вы не работаете, если вы работаете, то укажите там на какой позиции, например. Что не так у нас с правой частью вопроса, мне тут Zoom немножко загораживает формулировку, скажите, пожалуйста, какой, каков ваш род занятий в настоящий момент. Здесь, опять же, очень много намешано, то есть та же самая проблема, и очень много вариантов, 13 штук, то есть этот вопрос, он тоже просто в себе на самом деле содержит несколько вопросов, например, тут вот не имею работы, не зарегистрирован на бирже труда, не имею работы и зарегистрирован на бирже труда, то есть это вообще-то отдельный вопрос, не надо это все в одну кучу мешать, потому что это очень сложно воспринимать, и вообще очень сложно сориентироваться, к какой категории относится человек, и более того, вот в данном вопросе один человек может относиться больше, чем к одной категории. Если у вас случается такая ситуация, иногда это оправдано, например, когда вы спрашиваете, ну, что-то типа, что у вас есть дома, там цветы, животные, растения, не знаю, еще что-нибудь, вот, это допустимо, но в таком типе вопросов, да, нужно выбрать одну категорию, к которой ты относишься, а я могу, например, быть руководителем и студентом одновременно, в этом нет никакого абсолютного противоречия, поэтому нужно следить, чтобы вот эти категории ответов, ответные опции, чтобы они не пересекались между собой, чтобы человек четко мог отнести себя либо к один, либо к третьему варианту ответа, например. Идем дальше. Как можно сформулировать вот этот сложный вопрос про занятость, да, если нам нужно какую-то упорядоченность иметь, например, чтобы у нас было ранжирование людей от менее квалифицированного труда к более квалифицированному труду, как это можно сделать нормально, хорошо, грамотно. Можно можно сделать то, что вы сейчас видите на экране, да, это сделать примеры категории, извините, сделать категории, внутри которых зашить примеры того, что вы имеете в виду. И человек, даже если он не относится к конкретной категории, которая здесь перечислена, он сможет соотнести то, кем он работает сейчас, вот с этими примерами и понять, что ага, ну я где-то на уровне грузчика-курьера, или ага, я где-то на уровне офисного служащего там условно. Вот, поэтому такая формулировка хорошая, грамотно сформулирована сама формулировка вопроса, ей тоже можно пользоваться. Теперь про материальное положение, последний пункт социально-демографической информации, с чем здесь проблема? Самая большая проблема в вопросах про материальное положение, они очень важны и очень нужны, да, в любых опросах, но с ними проблема в том, что люди не хотят на них отвечать, это сензитивные вопросы, они задевают некоторые наши личные персональные аспекты жизни, которые мы, в принципе, не очень-то хотим кому-то открывать, уж тем более в каком-то опросе, и именно поэтому обычно исследователи не спрашивают, сколько денег в месяц вы зарабатываете, укажите в десятках тысяч рублей, потому что это вызывает вопросы, а вдруг потом, как однажды у меня спросили на опросе, когда я проводила, а вы что потом придете и украдете мою микроволновку, такое тоже бывает, это абсолютно обоснованная опасливость, вот, и именно поэтому исследователи формулируют вопросы про материальное положение не в терминах денег, что является таким сензитивным, а в терминах того, что может себе позволить человек, и это хорошие работающие вопросы, разница между этими двумя вопросами в том, что пункты шкалы, ну, немножко разное количество пунктов шкалы, они по-разному направлены, в левой части экрана вы видите вопрос, где все начинается с наименьшего уровня обеспеченности, в правой части экрана вы видите вопрос, в котором все варианты ответа начинаются с наивысшего уровня обеспеченности, почему оба этих вопроса имеют право на жизнь, потому что они рассчитаны на разную целевую аудиторию, если вы исследуете миллионеров, вам нужно сформулировать так, как в правой части, чтобы они первую категорию увидели и поняли, что, а, вот, все, мы можем дальше даже не идти, ну, или какую-то очень сильно обеспеченную группу, да, ну, например, вы исследуете средний класс, вот тут, может быть, имеет смысл так как-то, если же вы делаете какой-то очень большой массовый опрос, и у вас могут быть люди с очень разным уровнем достатка, я советую вам формулировать его так, как он представлен слева, почему, потому что люди не будут раздражаться, откидывая те категории вещей, которые они не могут себе позволить, потому что, согласитесь, это неприятно, ты читаешь, что, ну, вот, кто-то, наверное, может купить себе новую квартиру без кредита, а я не могу, это неприятно, поэтому формулируется начиная с наименьшего достатка, и поскольку у нас сейчас очень сильно распространились кредиты, да, имеет смысл делать в вариантах ответа какую-то подсказочку, что имеется в виду без обращения к кредиту, то есть, если с обращением к кредиту, в принципе, мы можем все с вами позволить себе все, что угодно, ну, или приблизительно, конечно, очень грубо говорю, да, не все, не все, но кредит очень сильно расширяет наши возможности, поэтому здесь делаются вот такие специальные поправочки в каждом варианте ответа. Раньше, там, в 70-е, 80-е использовался вопрос для оценки материального положения, который связан с тем, а что имеют у себя дома люди, и в какой-то момент, еще, по-моему, да, существенно раньше, чем 70-е, 80-е годы, хорошим показателем достатка в семье было наличие радио, но не в России, это я сейчас не про Россию говорю, про Америку, но сейчас, опять же, из-за того, что у нас есть возможности занимать, у нас есть возможность обращаться к кредитам, наличие каких-то конкретных вещей в доме не является значимым маркером материального или социально-экономического положения, поэтому такую формулировку вопроса лучше не использовать, лучше вот использовать ту, которую я представила до этого. Немножечко про семью. Самое здесь тоже, как и во всех других вопросах, все зависит от того, кто ваша целевая аудитория, кого вы исследуете, кто ваши респонденты. Обычно как хорошего маркера, как хорошего предиктора достаточно бывает количества человек в семье, и где под семьей подразумевается домохозяйство, это те, кто живут на одной территории, то есть не важно состоите вы в браке или нет, обычно это является хорошим предиктором в частности успеваемости школьных всяких достижений. Но если вы работаете с какой-то конкретной группой, например, с трудными подростками, и вот вторая формулировка взята как раз из тоже настоящего исследования, посвященного трудным подросткам, то возможно вам нужно поменять этот вопрос и поменять варианты ответа в нем. И вот это такой хороший продуманный подход к формулировке вопроса про семью. Ну что, теперь мы переходим к самой интересной части нашего мероприятия, это про то, как бороться с социальной желательностью, и здесь у нас есть несколько вариантов, есть достаточно изученная шкала Кроуна-Марлоу, и вы можете ее найти, я даже специально статью приложила, ссылку на статью, прошу прощения. Если вы исследуете какую-то тему, которая может вызывать отторжение, какое-то закрытие у людей, например, вы можете исследовать опыт людей, опыт заключения людей в местах лишения свободы, или употребление наркотиков, или какие-то практики, связанные с употреблением алкоголя, это все сензитивные темы, потому что они социально неодобряемые в нашем обществе, но вам нужно получить максимально полезные, максимально честные данные, и как мы это можем сделать? В таких случаях, если вы знаете, что ваша тема сензитивна, обязательно используйте стандартизированные шкалы социальной желательности, они помогут вам выявить тех людей, которые демонстрируют слишком высокую социальную желательность, и вы можете просто исключить этих людей из вашей базы данных, просто чтобы не портить валидность результатов, которые вы получаете. Также можно уже на этапе формулировок разных вопросов немножечко снижать эту социальную желательность. Как это делать, мы сейчас с вами поговорим более подробно. И последнее, что можно сделать, это корректировать уже массив данных, то есть непосредственно смотреть на паттерны выявления ответов, есть специальные методы анализа, которые позволяют выявить социальную желательность, но лучше всего, уже понимая, что у вас какая-то сензитивная такая тема, лучше уже сразу заложить туда и шкалу социальной желательности и поработать над формулировками ваших вопросов, чтобы снизить социальную желательность. Собственно, что такое сензитивные вопросы, это те вопросы, на которые нам бы не хотелось отвечать, в том числе материальное положение, это сензитивный вопрос. Здесь я привожу три примера, с которыми мы сейчас поработаем, это случалось ли вам попадать в отрезвитель, били ли вы когда-нибудь свою жену и употребляете ли вы наркотические средства. Такие формулировки, это формулировки абсолютно прямые, без использования каких-либо методов корректировки, и сейчас мы посмотрим, какие бывают эти методы и как мы можем улучшить эти задания с помощью вот этих методов. Бывает метод избегания прямой формулировки и как бы проецирования вот такого типа поведения неодобряемого на какую-то группу людей или на всех людей. Бывает подчеркивание обыденности, что ну там один раз с кем-то всегда со всеми случалось, в этом ничего нет страшного, и это тоже работает на снижение сензитивности. Или метод вынужденного выбора мы можем применять, когда мы человека просто ограничиваем в вариантах ответа таким образом, чтобы у него не было возможности улизнуть от ответа на этот вопрос. Но я хочу вас призвать не злоупотреблять метод вынужденного ответа, потому что если вас напрямую спрашивают например про то, какие вы наркотические средства употребляете и разработчики вам не дают возможности отказаться от ответа и сказать я не хочу говорить или я не знаю или я не употребляю, ну каким-то образом уйти от содержательного ответа, то это очень сильно вызывает реакцию эмоциональную у респондентов и скорее всего после этого вопроса вашу анкету просто закроют и не будут проходить дальше вообще. Вы в этом не заинтересованы, вы заинтересованы в том, чтобы все дошли до конца и дали вам максимум информации о себе максимально честно, открыто и правдиво. Поэтому лучше пользуйтесь другими методами снижения сензитивности. Как можно наши вот эти три примера, как с ними можно поработать, чтобы снизить их сензитивность с помощью вот этих первых двух методов. Например, вот я вам предлагаю такие формулировки. Известно, что каждый взрослый мужчина хотя бы раз напивался в стельку и оказывался в отрезвителе. Случалось ли что-нибудь подобное с вами. И здесь используются сразу два метода. Первый из них это генерализация, что как бы ну вот все люди бывало такое, с каждым и знают, что напивался так сильно. Нечего здесь стыдиться, скажем так. А второе это перенос ответственности за это деяние с человека на обстоятельства. То есть вы напились в стельку, не напивались ли вы в стельку, потому что это как бы генерирует вину у респондента. А как бы оно вот так само собой случалось ли что-то подобное с вами. Это отличный метод снижения сензитивности. Им можно пользоваться. Второй вариант вопроса, вернее второй вопрос это есть ли среди ваших знакомых люди бьющие своих жен, а вам самому доводилось это делать, тоже опять же немножко такое снижение, не вы делали это, а вам доводилось это делать, так случилось. Тоже хороший способ. и теперь у нас последний вопрос и сейчас мы будем пробовать работать с методом вынужденного ответа. Формулировка вопроса у нас заключается, формулировка вопроса у нас такая, из наркотических средств я предпочитаю. Очень-очень сензитивная формулировка и скорее всего большинство людей ответит вам здесь ничего. Что можно с этим сделать, чтобы улучшить вопрос и одновременно, чтобы снизить сензитивность и чтобы принудить человека к действительно правдивому ответу. Можно обобщить на группу, например, какое из наркотических средств предпочитают в вашем кругу друзей. Почему это такое обобщение на группу имеет смысл и право на существование? Потому что, во-первых, друзья это всегда близкий круг, то есть это люди, которые похожи по социально-экономическому статусу, похожи по привычкам, похожи по каким-то практикам, которые они используют в своей жизни. И скорее всего, если, например, в окружении человека очень активно используют наркотические средства, то и он каким-то образом в этом участвовал или участвует. И второе, несмотря на то, что мы спрашиваем про друзей, по факту люди всегда отвечают про себя, потому что не про всех друзей мы можем знать что-то еще к тому же, и обычно это такая проекция работает еще и внутри человека, что он будет отвечать именно про себя. И здесь, как вы видите, мы убрали вариант ответа ничего, и это можно делать только в случае, если вы работаете, вот про данный конкретный вопрос я сейчас говорю, только в случае, если у вас четкая целевая аудитория, то есть если у вас целевая аудитория людей, которые точно употребляют, вы можете убирать ответ ничего. его, если ваша выборка допускает наличие людей, которые, возможно, никогда не пробовали наркотические средства, то вам нельзя убирать эту категорию, потому что иначе люди останутся, им некуда будет деться в этом вопросе, и они, скорее всего, его пропустят, если это возможно. Поэтому, да, обращайте на это внимание. Мы подходим к последней части, это какие платформы можно использовать для того, чтобы провести свой тест. Их на самом деле невероятно большое количество. я привожу только самые популярные, и сейчас коротко скажу, вот вторая и третья, они очень похожи, и они все различаются, на самом деле, функционалом они различаются, но не сильно, который внутрь зашит, и про функционал мы сейчас еще на следующем слайде поговорим. Они в основном отличаются удобством в создании и доступностью. То есть, где-то, например, в Гугле, там открыт полный функционал, можно бесплатно, делать всякие разные опросы. Но Гугл ограничен в плане, например, переходов всяких разных из одного вопроса на другой, потому что, давайте я сейчас более подробно про это скажу. В вопросах очень часто бывает, что какой-то следующий вопрос относится к части выборки, не ко всей выборке, а к части. Именно поэтому опрос начинает выглядеть как дерево. То есть, кто-то уходит в эту сторону, ответил да на какой-то вопрос, например, есть ребенок, и дальше и блок вопросов про ребенка. Кто ответил нет, у того там раз, ну, тот пропускает этот блок вопросов и идет на следующий. И вот такое ветвление, это очень важное свойство опросов, и поэтому нужно выбирать платформы, которые умеют ветвить ваши опросы. почему это важно, потому что людям не хочется читать 10 вопросов, которые вообще к ним не относятся. Это занимает их время, внимание, это их раздражает, это снижает их мотивацию. Будьте гуманны, выберите ту платформу, которая позволяет это сделать. Google форма, ой, я вот сейчас точно не вспомню, мне кажется, насколько я помню, она не позволяет этого сделать. позволяют это сделать точно 1К, это, по-моему, польский сайт, у него есть русский язык, ничего страшного, вот 1К позволяет это сделать и Typeform. Отдельно хочу сказать про Typeform, это не реклама, ну, то есть все, что я вам сейчас вот про эти платформы рассказываю, это не реклама, это просто мой опыт работы. Typeform очень выглядит симпатично, то есть прям там очень много разных настроек, он очень богат на функционал, но этот функционал, конечно, раскрывается только если вы покупаете платную версию, потому что в бесплатной версии там ограничения по количеству прохождения, насколько я помню, только там сотни или две людей могут пройти. Вот, но там очень богатый функционал, там можно настраивать абсолютно все и начисление баллов, то есть в том числе делать не только опросы, но и тесты. Там можно настраивать вот эти ветвления, что куда, куда перенаправлять человек, туда можно вставлять видео, картинки, все это отлично работает. Вот, поэтому вот если говорить про какой-то UI и UX, да, такую дружелюбность, вот Typeform, она самая дружелюбная. на что нужно, что нужно учитывать, если, ну, когда вы выбираете платформу. Возможность сделать разные типы вопросов и регулировать количество ответных опций, это настолько минимальные требования, что они есть везде, на них уже можно не обращать внимания. Что важно, на что обратить внимание, это вот это управление логикой переходов, это важно, и обратите внимание на то, как выгружаются данные с этой платформы, потому что, опять же, например, в Google форме выгружается, вот как забито, например, от полностью не согласен до полностью согласен, вот это все текстовой вбивкой и выгружается в базу данных. Если есть возможность настроить вот эту выгрузку, чтобы, например, сразу у вас какие-то словесные сочетания заменялись цифровыми кодами, которые потом анализируют аналитики, это всегда плюс, это всегда хорошо, кстати, не помню, в Typeform, по-моему, это есть. И, собственно, это все, что нужно учитывать, то есть, смотрите, поскольку инструментов сейчас онлайновых очень много, я не говорю, что я вам вообще про все рассказала, нет, я выбрала пятерку наиболее популярных, обращайте внимание, что вам нужно от этой платформы, и в зависимости от этого подбирайте себе платформу. последнее, что я привожу, я не буду это комментировать сильно, я оставлю это просто, чтобы у вас было в презентации, да, это про то, как правильно составить вступительную инструкцию с уважением к нашим респондентам, обязательно должно быть указание на авторах, обязательно должна быть благодарность, обязательно должна быть обозначена цель, зачем и что делается, и гарантии безопасности конфиденциальности данных, если, конечно, вы берете на себя эту ответственность. И, в общем-то, на этом я заканчиваю, привожу вам списочек полезной литературы, если вам нужно будет еще обратиться к нему, пожалуйста, давайте обсудим. Спасибо большое, Ирина, за такое интересное лекцию и семинар, практически полезные примеры. Коллеги, хочет ли кто-то задать вопрос, возможно, получить консультацию по вашим опросам и исследованиям? Можно поднять руку, и мы дадим возможность выступить. Я могу уже, наверное, отключить шеринг. Пока тут благодарности только в чат. Да, действительно, такие важные моменты про составление и про формулировки. Да, записи мы будем высылать на почту, и в том числе мы всегда публикуем их на нашем YouTube-канале и на сайте проекта. Ссылку мы давали чуть выше в чате. Там можно найти записи и все презентации спикеров. У нас также есть чат, где можно общаться, задавать вопросы и консультироваться, если вы хотите. Я хотела бы сразу проанонсировать следующее мероприятие. оно будет на этой неделе в четверг, 21 января. Мы поговорим про такой метод исследования как интервью и остановимся на том, как составить гайд интервью, потому что это тоже такая сложная тема, которая много вопросов вызывает. И на следующей неделе у нас будет два семинара 26 и 28 января, где мы поговорим про то, как избежать искажений и манипуляций, когда вы уже собрали данные и пытаетесь их анализировать, в каких моментах могут закрасться ошибки. Ирина, вопросов я смотрю в чате больше нет, поэтому если можно подведите, пожалуйста, итог, возможно, контакты, какие-то ваши проекты расскажете. Да, я всегда открыта для общения. Если у вас есть какой-то интересный проект и, может быть, вам нужна какая-то консультация или взгляд как бы какое-то рецензирование со стороны тест-девелопмента или разработки опроса, пожалуйста, пишите мне, там вот в презентации на последнем слайде есть мои контакты. Или, я не знаю, ну, я, в общем, всегда рада разным проектам, особенно некоммерческим проектам, потому что я понимаю, насколько это тяжелая работа и недооцененная очень часто не людьми, но государством, и мне кажется, это очень важно, поэтому хочется поддержать всех, кто занимается этим. Спасибо большое, Ирина, спасибо коллеге, что были до конца семинара с нами, и встретимся на следующих мероприятиях. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.